Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Это затронет предприниматели из наименее восстановившихся отраслей экономики. Это общепит, кинотеатры, предприятия художественных промыслов, продавцы обуви и ряд других. По данному ФНС, в общей сложности 3000 налогоплательщиков. Также предлагается снизить на 2021 год налог на имущество организаций с 1,6 до 1,4%. Это должно поддержать владельцев торговых центров, которым сейчас сложно с арендаторами. Законный проект будет рассмотрен депутатами УЗС в июле. Программа «Экономика». Пассажиропоток Победилова впервые превысил 30 тысяч человек в месяц. За полгода Кировский авиаузел обслужил почти 150 тысяч пассажиров. По данным регионального Минтранса, самое большое количество людей летало в июне 34,5 тысячи человек. С этого месяца открылся новый маршрут. На Калининград им уже воспользовалось почти 700 пассажиров. В целом по стране внутренний пассажиропоток в сфере авиации вырос в 8 раз по сравнению с предыдущим годом. Пока кировские власти подсчитывают рост рейсов и перевозок, аэропорт Перми стал базовым для авиакомпании «Рэд Винкс». Она договорилась с местным правительством о создании сети из десятков российских и международных направлений из Перми, размещение в аэропорту двух самолетов «Сухой Суперджет-100» в этом году и увеличение присутствия в следующем. «Авитек» потратит 3 миллиона на премии привитым сотрудникам. По 100 тысяч рублей регулярно разыгрывается между теми работниками ВМП «Авитек» и КМП, которые с 4 февраля по 25 июня сделали прививку от коронавируса. Акцию даже обсуждали на заседании оперштаба при губернаторе, рассказал президент ВТП Андрей Усенко в программе «Особое мнение» в нашем эфире. Он ответил очень просто. Мне надо вакцинировать 3 тысячи человек. Мои затраты составят 3 миллиона рублей. За прошлый год я потратил на тесты обеспечения сантребований по самым базовым прикидкам порядка 17 миллионов рублей. Я стимулирую, мотивирую людей. Снижается заболеваемость, и мне не надо расходовать большие деньги на другие цели. Это нормальное мышление руководителя высокого уровня, которое, собственно говоря, исходит из интересов предприятия и сотрудников в первую очередь. Генеральный директор предприятия Александр Иванов лично достает номера сотрудников из барабана, чтобы определить победителя. Сейчас сертификаты на выплаты получили уже два привитых сотрудника. Экономика. В завершении о валютах они продолжают заметный рост. Доллар сегодня 75 рублей 20 копеек, евро стоит 88,78. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на 101FM Шарбольку «Экономика» Шарболка «Экономика» Большинствоure부你們 В cualesoofующие будут евро от takeaway